Санкт-Петербург Но, особенно в Санкт-Петербурге, у меня много друзей и людей, которые я люблю видеть И чтобы приехать и показать все, что я люблю делать И увидеть всех, кто очень радует Это очень вкусно для меня Как вы обеспечиваете проведение мастер-класса и чему он был посвящен? Потому что, когда я научил что-то новое, мне нравится показать Я научил какие-то новые позиции От того, как принимать и закончить Такие вещи, которые я прошел сегодня И увидеть, что студенты очень рады, чтобы научиться Это лучший для меня Мы проходили преимущественно работу со спины и удушающие приемы Как атаку, так и защиту А 9 апреля у вас будет бой Гран-при М1 Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете ваши шансы на победу в этом турнире? И что вообще думаете о турнире? 9 апреля Гран-при М1 Как вы считаете, что вы победите? Я думаю, что каждый имеет равные шансы, чтобы победить Но я готовлю очень сильно У меня хорошая команда в Американском топ-тиме Я против Магалег Малаков Он очень сильный противник Я знаю, что он очень тяжелые шансы Я делаю свое участие И я тренирую очень сильно Я думаю, что если я тренирую как я должен делать Я думаю, что мои шансы хороши Джефф очень интенсивно тренируется У него очень сильная команда Американ топ-тим Он спаррингуется с лучшими бойцами планеты И я думаю, что он оценивает свои шансы как равные То есть бой будет равный У всех одинаковый шанс победить А два дня назад у вас тоже был бой Скажите, пожалуйста, не боялись ли вы травмироваться? Два дня назад у вас был бой У нас все знают о том Вы боялись ли вы травмироваться перед М1? Я никогда не буду в бой Я думаю, что я травмировался Потому что это когда я травмировался Я буду в бой, пытаюсь победить И в каждом бою ты бежишь Но я тоже бежишь в практике Для меня это было просто Хорошая практика И я фокусился на М1 Каждый раз, когда ты идешь на бой Ты не думаешь о том, что ты получишь травму Тогда ты точно получишь травму Каждый раз во время боя ты получаешь какие-то травмы Тебя бьют Это вполне логично в нашем спорте Ну и да, бой был тоже, в принципе, серьезной тренировкой Тяжелой тренировкой Ну и да, Джефф получил небольшую травму Но он с этим справится к бою Хочется спросить А как вы оцениваете вашего соперника Магомеда Маликов Который будет с вами в Гран-при М1 участвовать? Как вы оцениваете вашего соперника Магомеда Маликова Который будет бороться в М1 Гран-при? Я думаю, что он Один из самых опасных пунчеров Он и Дюс, мои тиммейты Они очень тяжелые пунчеры Я думаю, что он Он очень опасный Один из самых опасных парней В турнире Так что я обязательно Магомеда М2 Магомеда Чтобы победить Так что я буду Тренировать очень тяжело Для него Джефф говорит Джефф говорит, что Он определенный Его противник Маликов очень сильный Ударник И он Конечно, в первую очередь Практикуется с ударниками То есть противостоит Ударной техники Проходит в ноги И все остальное Он же как борец Ну и конечно Маликов очень опасный Боец Наверное, один из самых опасных В турнире И поэтому ему нужно Показать лучший бой Который он может Джефф, в народе Тебя называют Снеговиком Скажи, пожалуйста Как у тебя ощущения От русской зимы? Джефф, люди называют You know The snowman So how do you feel About Russian winter? I still wear my sandals My flip-flops Off the airport But maybe I have to change In shoes It's very cold I prepare for the cold But it's always colder Than I think Ну, Джефф приехал В шлюпанцах В аэропорт В шлюпанцах Он домой поедет В шлюпанцах И думает, что Ему стоит переодеться В что-то посерьезнее Потому что он Каждый раз приезжая в Россию Готовится к холодам Но они оказываются Гораздо сильнее Чем он думает И по традиции Спроси его Можно ли я обниму его? Can she hug you? Of course Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok